Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим о духовной борьбе. В Евангелии от Марка, в первой главе стихи 12 и 13, говорится, «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Поясните эти строки. Едва миновал славный час крещения, как началась борьба с искушениями. Здесь нам очень ясно представляется один момент, и мы не можем пройти мимо. Тот самый Дух, который снишел на Него во время крещения, теперь повел Христа на испытание. Евангелист Марк использует особое слово «эксалли», которое, по замечанию Александра Павловича Лопухина, говорит, что Дух Святой силой увлекает Христа в пустыню. Христос чувствует как бы неудержимое влечение пойти в пустыню и там вступить в борьбу с сатаной. «В нашей жизни невозможно избежать искушений. Но одно совершенно ясно. Искушения посылаются нам не для того, чтобы привести нас к падению. Они посылаются нам, чтобы укрепить наш ум и наши души. Они должны не погубить нас, а пойти нам на пользу. Они должны быть испытаниями, из которых мы должны выйти войнами божьими». Фраза «сорок дней» понимается разными толкователями по-разному. Одни воспринимают буквально, иные же считают, что не стоит понимать эту фразу дословно. К примеру, преподобный Максим Исповедник указывает на то, что во многих местах богодухновенного Писания число сорок понимается как вредоносное, ибо сорок лет иудеи терпели бедствие в пустыне. Число сорок в иудейской традиции обычно употребляли для выражения смысла довольно много времени. Так, например, мы читаем в книге Исход. «Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, «И был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей». О пророке Илье мы читаем в Третьей книге царств. «И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива». Как мы говорим, к примеру, «с месяц» или «около того», так и иудеи употребляли выражение «сорок дней» не буквально, а в смысле довольно долгое время. «Искушаемый сатаною». В древнееврейском сатана означает «противник», «соперник». Сатана выступал в качестве обвинителя людей перед Богом. Один из примеров мы находим в книге Иова. «Был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане, «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле» и обошел ее. Сатана должен был выступать с обвинением против людей. У сатаны был еще один титул – «дьявол». Слово это происходит от греческого «диаблос», что по-гречески буквально значит «клеветник» – тот, кто умышленно и злобно клевещет на человека перед Богом. Это величайший злостный враг Бога и величайший враг человека. Сатана хочет уничтожить дело Божье тем, что стремится сбить с пути и поколебать преданность тех, кто верен Богу, и разорвать живую связь между Богом и человечеством. Но сатана – это не второй Бог, как в дуалистических религиях, где есть два божества – Бог света и Бог тьмы. Мы исповедуем единобожие. Все подчиняется Богу. Даже сатана не может сделать ничего против его воли. Это видно и здесь. Хотя Иисуса Христа испытывает сатана, в пустыню его отсылает Дух Божий. Сатана пытается отвратить Господа от исполнения им воли Бога Отца. Вспомним, что в Евангелии сатана часто выступает в качестве первоисточника болезни и страданий людей. Сатана, не сумевший соблазнить Спасителя, вошел в Иуду, соблазнил его, и тот предал своего Учителя. Евангелист Марк заканчивает свой короткий рассказ об искушении двумя яркими штрихами. «И был со зверями». Слова эти могут говорить об одиночестве Спасителя в его противостоянии злу, о том, что он окружен врагами, так как, согласно еврейским легендам, звери после грехопадения Адама встали на сторону змея и теперь враждебны человеку. Но слова эти могут иметь и противоположный смысл. В мечтах иудеев о золотом веке, который должен был наступить после пришествия Мессии, была также мечта о том, что прекратится вражда между человеком и зверем. «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле». «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей». И ангелы служили ему. Одиночество Христа в пустыне было мнимым, потому что с ним был Бог, и ему служили ангелы Божьи. Слово «служить» может иметь как самый общий смысл, так и значение прислушивать за столом, подавать пищу. Согласно еврейским легендам, ангелы питали Адама, когда он жил в раю. Эти слова напоминают нам о том, что в минуты испытаний человек всегда получает божественную поддержку. Размышляя над данным отрывком, священномученик Григорий Шлиссимбурский пишет, «Едва только душа встала на путь к Богу, сейчас же, как вихрь пустыни, набрасываются на нее искушения. Пустыня – это мир бесплодной жизни, это жизнь земли. Она немедленно обрушивается на душу, потому что нет между ними единства, между ними борьба. И христианин, лишь только объявил себя Божиим, немедленно вынужден начать эту борьбу с миром искушений. Она неминуема. Иначе он не сын духа, а сын земли. И ты будь готов к искушениям сатаны. В спокойствии прими их, чтобы во все оружие отразить. Не расслабляйся и не унывай. Борьба с грехом неминуема для воина Бога. Значит, если ты воин, то и воюй, а не складывай руки в молодушие. Борьба будет долгой. Борьба на всю жизнь. Мы же с вами, дорогие братья и сестры, должны помнить, что в нашей борьбе с сатаной, в нашем духовном сражении мы никогда не остаемся одни. Вокруг нас ангелы Божии, сила Божия, которая непрестанно поддерживает нас, если мы призываем ее на помощь. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Продолжение следует...